Здравствуйте! На канале Ахтубинск ТВ время новостей и в эфире программа Ныне с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Бюджет профицитом в 2 миллиарда рублей. Областные депутаты утвердили главный финансовый документ региона на следующий год. Санитарно-эпидемиологической службе России 95 лет этому событию посвящена экспозиция в историко-краеведческом музее. В концертно-выставочном зале Муза открылась выставка «Творчество без границ». Ее участники – дети с ограниченными возможностями здоровья, но при этом с неограниченной фантазией и большим желанием творить. И обо всем подробнее. 12 декабря состоялось итоговое заседание Думы Астраханской области, где во втором окончательном чтении был принят главный финансовый документ региона – бюджет на следующий 2018 год. На заседании присутствовал губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Бюджет региона на 2018 год сформирован с профицитом в 2 миллиарда рублей. Доходы Астраханской области составят около 37 миллиардов рублей и расходы – порядка 35 миллиардов. В бюджете нашли отражение все значимые для развития территории госпрограммы. Заложены средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы на 12 месяцев с учетом всех повышений, предусмотренных указами президента. Главное – запланированы необходимые средства на исполнение социальных обязательств. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин подчеркнул, что в феврале депутаты вновь вернутся к корректировке бюджета, но уже в сторону увеличения доходной части. Он прогнозирует очень неплохой рост доходной части на следующий год и отмечает, что областное правительство выполнило задачу, которую он поставил – нарастить возможности регионального бюджета на 20%. Образовавшийся профицит бюджета будет направлен на снижение внутреннего госдолга региона. Губернатор поблагодарил астраганских депутатов за серьезную, качественную, слаженную работу, в частности, по социальному блоку. Так, по инициативе Александра Жилкина были внесены поправки в так называемый социальный кодекс, который с 1 января 2018 года освобождают региональных льготников от необходимости предоставления справок об отсутствии задолженности. Найдено компромиссное решение по федеральным льготникам. Теперь они будут подтверждать отсутствие задолженности за ЖКХ один раз в три года, а не каждый год, как сейчас. Также Дума Астраханской области приняла законопроект, по которому с 1 января 2018 года в регионе вводится ежемесячная денежная выплата семьям, нуждающимся в поддержке и проживающим на территории региона не менее трех лет. Она будет назначаться на оказание помощи семьям, в которых после 1 января 2018 года родился третий или последующие дети. Суть изменений в том, что если в семье среднедушевой доход сложился ниже уровня прожиточного минимума в регионе, то на каждого третьего и последующих детей до достижения ими трех лет будет установлена ежемесячная доплата в размере прожиточного минимума для детей. Сегодня это порядка 10 тысяч рублей. Данной мерой соцподдержки предлагается заменить однократную выплату регионального семейного капитала, размер которого 58 тысяч рублей. Вчера на нашем канале вышел сюжет о трубах, которые являются частью действующей растительной системы. Благодаря воде, подаваемой на поля неподалеку от села Покровка, ахтубинские фермеры выращивают овощи и бахчевые культуры. Однако лица, явно далекие от сельского хозяйства, пытаются выкопать трубы. Совершено уже несколько попыток. Последнюю удалось пресечь буквально вчера. Противостоять копальщикам пытаются фермеры. Их поддерживает руководство района. Последняя информация сейчас такая, что работы по выкапыванию трубы приостановлены благодаря вмешательству заместителя председателя Думы Астраханской области. То есть информация прошла от прокуратуры до МВД, до ОБЭП. Работы приостановлены, дана команда всем написать объяснительные. То есть мы сейчас готовим от сельхозтоваропроизводителей в адрес прокурора Колчина, в копии главе района, в арбитражный суд Астраханской области и депутату Госдумы Щербакову отправляем копии документов, которые мы написали заявление в прокуратуру. Суд назначен слушание на 18 декабря по этому вопросу. Открываются новые подробности, поэтому я думаю, что все будет в порядке. Надеемся, по крайней мере, что труба останется и мы сможем сохранить тысячу гектар орошаемых земель. Все мы являемся налогоплательщиками. Все мы платим налоги, без которых деятельность государства была бы парализована. Налоги бывают разные, разные задолженности. Сегодня мы поговорим о задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование со стороны предпринимателей, которые проживают на территории Харабалей, Знаменска и Ахтубинского района. Сегодня у нас в студии государственный налоговый инспектор Нинашева Надежда Ивановна. Надежда Ивановна, ну так в чем дело-то? Вот не платят предприниматели налоги. Как их к этому направить? Межленная инспекция России по Астраханской области доводит до сведения индивидуальных предпринимателей, как действующих, так и прекративших свою деятельность, о том, что 14 декабря 2017 года в 14.00 в актовом зале администрации муниципального образования Ахтубинский район будет проводиться совместное совещание с управлением Пенсионного фонда России Ахтубинского района Астраханской области. Основным вопросом данного совещания является задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, которое было передано в налоговый орган по состоянию на 1 января 2017 года. Приглашаются индивидуальные предприниматели, которые имеют задолженность по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, начисленное в восьмикратном размере минимальной оплаты труда. Ну, соберутся, придут, допустим, предприниматели, что уговаривают, будете угрожать. Нет. Налоговая инспекция предложит данным лицам представить налоговые декларации за период, который у них не представлены, по налогу, которым они являются налогоплательщиками, что позволит урегулировать данную задолженность. Не зря говорится в известной рекламе «Заплати налоги и спи спокойно». Спасибо за информацию. Приходите еще. Неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность печей и каминов. Причин пожаров множество. Случается порой возгорание и в случае поджога. Именно поджог стал причиной пожара 6 декабря в селе Пологое Займище. На место происшествия спасатели приехали довольно быстро, однако огонь уже полыхал вовсю. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. На борьбу с пожаром ушло два часа. На пепелище были обнаружены тела трех погибших. Вскоре выяснилось, что во время распития спиртных напитков женщина заживо сожгла своих собутыльников. По факту, который имел место на территории села Пологое Займище Ахтубинского района в ночь на 6 декабря 2017 года, Ахтубинским международным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам пункта А части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данный пункт предусматривает уголовную ответственность за совершение умышленного убийства в отношении двух и более лиц. Установлено на данный момент, что в одном из домов компании из шести граждан распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртных напитков между одной из гражданок и гражданином, который там проживал в этом домовладении, произошел конфликт, ссора, в ходе которого данная гражданка, используя находившуюся в доме жидкость, которая обладает признаками горюче-смазочного материала, подожгла, в результате возник пожар. Когда лица, находившиеся в домовладении, попытались потушить, данный пожар у них не получилось, в результате пожара трое граждан погибло. Данная гражданка задержана в отношении избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент ей предъявлено ввинение в совершении данного преступления. Наказание за совершение данных преступлений в случае вынесения обвинительного приговора действующим законодательством предусмотрено в виде лишения свободы, которое превышает срок свыше 15 лет. Ранее указанная гражданка привлекалась к уголовной ответственности по предварительным сведениям, в том числе и за совершение преступления против личности. Более трех лет в Ахтубинском районе действует проект «Творчество без границ». Цель его – вовлечение в культурную деятельность детей, которые по ряду причин имеют ограниченные возможности здоровья. На базе районной детской школы искусств имени Милия Балакирева, а также в районной детской художественной школе имени Петра Котова, открыты специальные группы, где ребята получают навыки изобразительной деятельности вокального исполнительства, игры на музыкальных инструментах и декоративно-прикладного творчества. Раз в год особенные ученики представляют свои работы на традиционной выставке «Творчество без границ». 7 декабря в концертно-выставочном зале муза вновь открылась ежегодная экспозиция работ детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже третья по счету с гордостью объявляют организаторы. За это время мастерство учеников значительно возросло. «С каждым годом, если заметили зрители, у нас творчество детей все сильнее и сильнее становится. И если первая выставка была, были не уверены, какие-то мазочки, штришочки, картиночки, то вы сейчас уже можете посмотреть, прям профессиональные такие появляются у нас картины у дедок. Во-первых, они работают очень кропотливо, целеустремленно. Они все время, если работают, то они действительно от души работают. И это нас радует. И вот эти вот лучезарные такие глазки, когда они заходят в класс, и нам хочется еще больше что-то вот этим нашим деткам подарить». Преподаватели, работающих с особыми детьми, в рамках открытия выставки отметили почетными грамотами. Многие педагоги обоих учебных заведений и школы искусств, и художественной школы прошли дополнительное обучение, чтобы иметь необходимую квалификацию. Много теплых слов было сказано в адрес родителей, юных художников. Без постоянной поддержки родных, без их терпения и участия проект «Творчество без границ» никогда бы не воплотился в жизнь. За участие в выставке каждого ребенка наградили дипломом и бурными овациями. Для них исполнили концертные номера воспитанники района детской школы искусств имени Эмилия Балакирева. В нынешнем учебном году в художественной школе занимаются 10 особенных детей. В школе искусств таких мальчиков и девочек 20. Педагоги отмечают, количество учащихся растет, хотя порой для них посечение уроков – нелегкая задача. Однако эти детки мужественно борются с трудностями при поддержке любящих родных. И результат, как говорится, налицо. В своих творческих работах ребята используют самые различные техники, которые они освоили на занятиях. Техники мы используем разные. Специально для того, чтобы у детей было разнообразие восприятия мира. Потому что здесь у нас техники такие, как идет и аппликация, и пластилинография, и живопись, и графика. Для того, чтобы дети могли ощутить все это и использовать в своих рисуночках. Потому что где-то для моторики рук, где-то для развития, для зрения, например, бывает такое, для воображения. У каждого есть свое специальное направление, у каждого задания. Для выставки начинающие художники подготовили сразу по несколько работ. Стараясь показать все, чему научились. Мы брали салфетку, вырезали круг и сминали. А какой техники тебе больше всего нравится самому работать? Краски. Какой техники ты выполняла работу? Из чего они сделаны? Из пластилина. Трудно было? Да, трудно, очень трудно. Кто тебе помогал? Галина Анатольевна. Нам выдают такие лекала, мы потом их раскладываем, делаем композицию, картины. Детям это очень нравится. Это их любимое занятие. Пластилина, лепка, лекала какие-нибудь. В общем, любим мы ходить. Творчество любим. Юные мастера мечтают освоить другие, еще более сложные творческие приемы. Хотелось бы из Глины что-нибудь творить. Саша хочет музыкой заниматься. Пока мы еще не можем, но на следующий год, я надеюсь, что у нас все получится. Мы на следующий год будем музыкантами. Хотелось бы еще лучше рисовать, как там на разных картинках видео художники рисуют. Участники выставки волею судьбы имеют ограничения по здоровью. Но полет фантазии и желание творить у этих детей безграничны. Поэтому и выставка, по мнению организаторов и зрителей, вполне удалась. Выставка поистине очень яркая, позитивная, красивая, смелая, интересная. Таким представляется нам мир. Таким мы его видим, таким мы его изображаем в своих работах. А это значит в душе живет радость, любовь, мир и согласие. Татьяна Заяц, Виталий Просочкин, Евгений Еловенко, Ахтубинск ТВ. В Историко-Краеведческом музее открылась выставка медицинского оборудования бактериологической лаборатории, приуроченная к 95-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России. Развитие темы у Владислава Лихваря. На открытии экспозиции медицинского оборудования бактериологической лаборатории были приглашены студентки второго курса Астраханского базового медицинского колледжа. Они – будущие медсестры. Профиль специализации еще не выбрали. Потому встреча с врачами-эпидемиологами им была как нельзя кстати. О своей очень нужной профессии рассказала Наталья Андреева. О том, с какими проблемами приходилось сталкиваться. Санитарная служба, называется она сейчас служба Роспотребнадзора, идет в ногу со временем. И, конечно, говорить о том, что было 40 лет назад, когда я пришла в службу, что сейчас, конечно, небо и земля, но и жизнь изменилась. И поэтому, единственное, если первая задача санитарной службы была борьба с эпидемиями, которую выкашивали, и результат войны, любой войны, заключался в том, сколько же погибнет не от пуль, а от инфекционных заболеваний. Это чума, это холера, это лепра. И до сих пор природный очаг лепра существует на территории Астраханской области. Мы живем в чудесном крае. Мало того, что он чудесный, но здесь еще чудесное, природное очаговое заболевание. Об этом надо знать. Это очень интересно. 17 ноября в Москве состоялся 11-й съезд Всероссийской научно-практической общественной организации эпидемиологов. Участие в ней принял Александр Шведов. Программа мероприятия была обширной, научно-познавательной. Вопросов ученые-эпидемиологи, микробиологи рассмотрели много. И главные из них – ситуации, связанные со вспышками инфекционных болезней. Чумы, холеры, сибирской язвы. Зафиксированы случаи заболеваний и в России. Шведов рассказал, что в настоящее время санитарные врачи-эпидемиологи борются со вспышкой чумы и сибирской язвы на Ямале. Произошло подтаивание ледников, захоронение древних, и оленей, которые питаются ягелем, травой и так далее. Они вошли в эту зону, где растаяли эти ледники, многие десятилетия, которые это все скрывали. И таким образом произошло заражение оленей. От оленей уже заразились охотники, которые разделывали этих оленей и так далее. То есть, в принципе, мы возвращаемся к тому, что это возвращающиеся инфекции, о чем я уже говорил. Есть новая инфекция, есть возвращающиеся инфекции. То есть, никто от этого не застракован, от возвращающихся инфекций. Как бы надо быть к этому готовым. Было время в 16 веке. Чума в Европе за короткое время унесла из жизни около 60 миллионов человек. Тогда методов борьбы с черной смертью медики не знали. И только в начале 19 века врачи-эпидемиологи смогли остановить коварную болезнь. И часто ценой своей жизни. У поселка Урда в Казахстане есть захоронение русских врачей-эпидемиологов, которые ровно 100 лет назад остановили шествие черной смерти, унесшей в Казахстане тысячи жизней. Под этим надгробьем покоится прах Николая Васильевича Шабалина, руководителя экспедиции. В Казахстане чтят подвиг русских врачей. И на этом съезде в Москве руководители казахстанской делегации вручили организаторам мероприятия «Золотого коня». Я нисколько не жалею о том, что выбрал стезю бактериолога, эпидемиолога и санитарного врача. То есть я успел поработать на всех специальностях. И, в общем-то, приглашаю студентов, будущих специалистов все-таки в эту сферу. То есть лечебник – это хорошо, а профилактика – все-таки, я считаю, что заниматься – это нужное и благородное дело. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Школьные предметные олимпиады проводятся с целью выявления одаренных и талантливых обучающихся, а также развития у ребят познавательных интересов. Для того, чтобы лидировать среди сверстников, нужна не только хорошая теоретическая подготовка. На олимпиаде по физкультуре сегодня школьники демонстрировали и хорошую физическую форму. Олимпиада проходит у нас в два этапа. У нас теоретическая часть и практическая часть. Теоретическая часть состоит из тестовых вопросов. На каждый класс определенное количество вопросов в зависимости от возраста. В практической части у нас виды спорта – это гимнастика с элементами акробатики и баскетбол. Дети должны выполнить определенные упражнения, комбинации упражнений, которые оцениваются в гимнастике – 10 баллов, а в баскетболе – лучший результат. Результаты школьной олимпиады муниципального уровня по физкультуре будут известны к концу недели. И на сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова